всем привет сегодня тема новые индикаторы как то так получилось что примерно раз в год я показываю новую серию мною разработанных индикаторов для самых различных проверок по их его энергии вы уже все давно видели вот такие индикаторы такие вот эти это все что было создано мною за несколько лет для самых разнообразных случаев самое такое было удобно и вот эти индикаторы один из туферитовых это вот этот по крайней мере им удобно менять частоту и конечно вот эти индикаторы которые так скажем показывали что-то вроде статического электричества вот самый активный это получился такой индикатор начиналось с того маленького у меня сейчас нету и вот пока делал такие разные ну в связи с тем что время идет к тому же мне появился 3d принтер естественно надо было что-то придумать и с ним какие-то другие варианты вот к тому что вот эти индикаторы относились я сделал такую двух половинок светодиоды теперь применяются другие вот такие на 3 миллиметра я их использую как индикаторы вот в этих и в этих озонаторов и что мне захотелось еще сделать по-другому кроме того что вот на этих светодиодах попробовал еще мне понравилось что вот на этих модулях зарядки стоят светодиоды которые очень ярко светится это можно посмотреть примеру на этом вот видно этот индикатор на 3 миллиметра это вот светодиодные индикаторы которые стоят вот в этих вот модулях и я их посмотрел проверил у них очень высокая чувствительность но габариты вот как видите всего-навсего 1 и 6 миллиметра длиной 08 шириной и 06 толщиной ну смд их конечно можно только под микроскопом паять причем очень тонким проводом но тем не менее для меня эта сложность не представляло и вот как вариант был или на таких светодиодах делать но они несколько неудобно имеют такие габариты которые ну не совсем удобные для монтажа а вот эти вот самый раз получились и вот и стоят они в общем-то очень дешево всего где-то 0607 доллара за сотню вот такая лента вот эти индикаторы они тоже конечно как и в прошлом так и сейчас я еще до сих пор их применяю сейчас покажу ну вот в них как я говорил есть некоторые особенности их надо подбирать вот например как я вам показывал когда-то что по напряжению их надо подбирать по парном но еще один нюанс который тоже все забываю рассказать это их внутренняя емкость для обычных когда они для подсветки применяются или в каких-то там статическом режиме то есть постоянка на них идет то без разницы какая у них там внутренняя емкость но когда мы говорим про 300 килогерц то из-за этого у них если емкость внутренняя большая то чувствительность резко падает поэтому вот когда вот берешь светодиоды вроде бы даже с одной серии с одной пачки вот с одной ленты но начинаешь их вот так вот подсоединять и оказывается один то ярче то не ярче ну как оказывается кроме того что разное напряжение но и и такое разнообразие как внутренняя емкость приходится их еще подбирать и по этому параметру вот могу показать примеру тут у меня самые разные и воду с разных партии 70 показывает но правда здесь еще щупы где-то почти 30 но то есть около 40 это уже многовато это внутренняя емкость самого радиода вот здесь аж 140 то есть где-то 110 пик у него внутреннего эти вообще не годятся их только на подсветку куда-нибудь ну и так далее вот у меня тут специально подобраны например 20 пик там 30 пик и 40 пик примерно по такой градации тогда они более-менее друг другу подходят вот ну и все-таки они имеют габариты в одном случае они вот и сюда подойдут и сюда подойдут и даже вот как я говорю здесь вот но все равно есть свои нюансы вот во-первых подбор во вторых они вот желтые то есть люминофорта залит и они дают свой оттенок который мне не нравится вот слишком ярко они на этих индикаторах смотрится если же взять вот такие светодиоды или вот такие они не имеют своего внутреннего оттенка и вот например для различных конструкций вот пример как у меня сейчас вот эти вот индикаторы я их встраиваю посох вот например если взять сам посох то вот где у меня обратная сторона обычно нижняя где уже нога вот там довольно длинная труба и только спираль потом начинается и вот там свои сложности у меня все было как я и так думал и так думал как же все таки лучше сделать индикацию чтобы было и оптимально и красиво и хорошо вот и вот так как есть 3d принтер тут сделал вот такой типа вкладыша здесь утолщение и и вот уже сюда надо вставлять уже с усилием здесь вот две пластинки фольги и внутри вот так вот спаяны светодиоды такое кольцо ну понятно здесь и здесь подключаем одну обкладку и вторую обкладку и вовнутрь туда вставляем я специально сделал там тоже такой бордюрчик нишу для этих светодиодов но все туда вставляется но естественно надо немножко клеем подклеить каким-нибудь обычно супер быстросохнущим и все и получается вот такой индикатор вставили куда на какую надо глубину и он там можем отрегулировать по яркости оптимальный вариант вот у меня заготовка это уже собранный рабочий готовый это заготовка вы посмотреть как там и что эти все исходники я могу дать тоже как и вот на эти на эти это все могу дать вам исходники вот по прошлому я вам показывал как такие индикаторы такие индикаторы вот и такие они все в силе остаются вот как вариант но вот как мне понравилось больше всего все таки более синий оттенок и миниатюрность и в итоге я вот сделал такие индикаторы ну оно практически ничем не отличается физически вот как этот индикатор но сами видите какая конструкция получилась значит покажу как оно светится на традиционном ну на традиционном примеру яркость очень высокая у них и вот в зависимости от диаметра вот у них чувствительность это вот получается самый чувствительный и вот здесь вот ну я разместил как уже традиционно по три светодиода на плечо ну конечно можно и по два и по четыре вот как здесь вот например у меня в индикаторе вот например 4 и 4 ну с этими понятно ну вот как видите тут можно отрегулировать и получается что он будет показывать даже вот выше чем вот этот но как видите светится даже тут вот еще надо этот 120 миллиметров еще будут делать 150 миллиметров это вот для старых всяких вариантов которые я уже плоские давно не делаю такие вот такого варианта это еще лет пять назад а вот как индикация вот таких вещей тоже вот главное что его можно спокойно вот так вот класть и вполне достаточно чтобы контролировать работает работает не работает ну то же самое и ну еще так как я сделал такую конструкцию гибрида в виде яйца вот вот и опять же вот этот индикатор в первую очередь самый маленький я делал так я делал так чтобы можно было его свободно одевать на посох про эти я уже не говорю тут вообще без вопросов чтобы контролировать сам посох ну и покажу на самом посохе что могу разместить здесь вот к примеру этот индикатор я его вставляю и вот уже и можно отрегулировать но это для нижней части не для верхней а для верхней части вот такой вот то есть можно его вот так вот полностью там усилием вставляется вот это у меня еще пока заготовка не доделанная но вот примерно вот так вот будет смотреться ну и конечно здесь термо кембриком еще закрывается и вот такие вкладыши они можно довольно таки свободно и все оно и смотрится хорошо и в то же время удобно вот причем можно снимать и вот контролирует там где что надо так как этот так и этот вариант как эти индикаторы сделаны ну понятно что они состоят наверно в двух частей это я надеюсь все все поняли вот у меня тут заготовки на них вот делается каркас на него наматывается конечно ну 0,1 я провод мотаю может можно попробовать 0,7 ну конечно там будет сложнее все таки очень тонкий вот на вот такой каркас у меня тут рассчитано где-то на 130 150 витков ну тоже вот 6 светодиодов 3,3 наматываем очень аккуратно конечно все это паяется вот на эти светодиоды вставляем вот в их вот эти вот гнезда чем-нибудь опять же каким-то клеем супер фиксируем и вот еще сверху делается вот такая накладочка и получается вот такая вот игрушка размер так чисто для вот 3,4 миллиметра к примеру этот ну опять же эти размеры вот 6,5 можно и 5 сделать а можно и здесь вот и не 3,5 а 3 а так вот по внешнему диаметру вот 70 по внутреннему естественно чуть больше 50 8,5 вот сейчас этот вариант чуть больше вот можем здесь посмотреть по размеру этот еще больше вот он почти 120 ну сделаю наверное 150 и тоже вот тут видно что пас значит в этот такой индикатор я где-то наматывал рассчитывал где-то под 90 витков ну плюс-минус 5-10 витков по крайней мере здесь намотано 90 на этом намотано 70 50 и вот такие варианты тут он почти такой же и вот он здесь тут 5,3 ну и почти 115 по моему миллиметров еще вот покажу кроме как на посохе и вот на таких вот сейчас покажу как чисто вот по статическим так эти индикаторы работают ну то есть вот надеюсь понятно это вот уже традиционный считаем а это тот который из последних так что перешел на синий цвет чувствительность у них примерно одинаково получается как я вам уже сказал яркая желтизна или близкая к желтому у осветительных светодиодов несколько мешает восприятию начального свечения тем более теплое свечение с желтизной воспринимается хуже чем холодное синее в качестве индикации белый свет несколько лучше но все равно вступает по восприятию и полупрозрачный синий пластик может быть изначально темным вот на примере беспроводной зарядки даже особо не надо гасить свет чтобы видеть насколько это все ярко и насыщенно тот же принцип как допустим в мониторах специально поверхность делают черные чтобы был лучше динамический контраст что делают индикаторы как бы более чувствительными я вам уже не раз описывал что самое интересное можно обнаружить на пороговой чувствительности то есть на начальном свечении когда на светодиодах проходят токи в микроамперах и даже в сотнях наноампер поэтому пришлось пойти на несколько другой формат изготовления индикаторов когда они начинают светить не на желтом лимонофоре сильно снижающий контраст а на затененном фильтре ну я в течение нескольких лет вам все пытаюсь донести значимость светодиодов в качестве индикаторов вихревой и окружающей энергии вокруг нас образуются огромные энергетические потоки и емкости напряженности у меня несколько роликов посвященных секретам так называемой статики то есть энергонапряженности окружающего пространства прямо тут на столе демонстрировал как светодиодные индикаторы реагируют на любое движение энергии получены всего-навсего взмахами моих рук и показаны эксперименты где я движением своего тела и ног добывал энергию которую можно было перехватить в метре от себя все теми же светительными индикаторами хотел как-то показать как двигаясь в комнате с одной стороны у меня реагировали индикаторы на 4-5 метров в другом конце комнаты ни один прибор ни одна лампа накаления ни неонка или лампа дневного света вам не покажет тех тайн которые видны светодиодными индикаторами это уникальнейшее технологическое свойство светодиода основано на протекании тока а не приложенного напряжения позволяющее показать разницу в прилагаемой мощности до 60-80 дБ это разница в десятки тысяч раз от сотен наноампер до десятков миллиампер от еле-еле заметного освещения в полной темноте до ослепляющего при обычном освещении кстати подобная динамика более всего присуща динамике наших глаз все же остальное что используется для индикации работает на принципе приложение уровня напряжения поэтому динамический диапазон ограничен всего на всего 20-40 дБ да и всякие неонки ртутные лампы и тому подобное имеют пороговое действие то есть на них надо подать некий пробивной уровень напряжения при котором они начинают светиться к примеру эти же неонки имеют порог зажигания около 40-50 вольт поэтому в таком индикаторе для замеров статической напряженности я использовал комбинированное устройство в сумме порог пробоя трех неонок составляет примерно 150 вольт а накопленный потенциал импульсом дает приличную вспышку света на светодиодах при пробое но подобный метод хорош для экспериментов с добыванием или фиксацией окружающей статики и неонки нужны чтобы малейшие токи изначально не гасились так как светодиоды пропустят через себя любой ток даже наноамперный не давая возможности увидеть свечение на самом начальном уровне но в динамическом режиме при вихревых энергиях неонки уже не требуется так как вихревой поток от излучателя идет регулярный и его не требуется накапливать и самое главное достоинство полуправника называемые светодиодом это его способны детектировать и преобразовывать поток электрической энергии независимо от его потенциала что на пороге чувствительности в доли микроампера что в десятки миллиампер покажу вот на примере этого устройства в очередной раз вот это самое начальное когда буквально микроамперы миллиамперы и тут уже идут миллиамперы которые проходят через эти светодиоды ну и в десятки миллиампер ну и в десятки миллиампер когда мощность может уже сжечь все светодиоды даже осветительные поэтому я рекомендую для диодных индикаторов где в качестве частотоприемника используется индуктивность мотать провод от 0,1 миллиметра и тоньше а то по наматывает индикаторы витой пары в которой 0,5 миллиметра толщиной и последствия светодиоды даже по пол ватта сгорают кстати если у вас возле некого устройства сгорает светодиоды при замерах то настоятельно не рекомендую долго находиться возле такого источника плотность напряженности уже опасна для здоровья так вот в тонком проводнике внутреннее сопротивление намотанной катушки не позволит развить критическую мощность кроме того вот такой изящный индикатор уже не будет влиять на источник энергии своей массой как в индуктивных так и в статических индикаторах светодиоды являются преобразователями или конвертерами окружающей энергии в излучение света и никакой прибор вам правильно не покажет эту самонапряженность так как имеет свое входное сопротивление которое в простых мультиметрах обычно около одного мегома более продвинутых от десяти и выше прострелочные лучше вообще не напоминать с их входными килоомами но даже это входное сопротивление сводит на нет все измерения если к источнику в один вольт подключить нагрузку в один мегом получится ток в один микроампер один вольт один мегом один микроампер но в окружающей среде вот например возле посоха несколько тысяч вольт потенциала как и тут который не имеет тока любые обычные приборы даже с входным сопротивлением в десять мегаом их просто гасят не спасут даже специальные измерители с входом более 100 мегом так как для измерения потенциала в несколько тысяч вольт чтобы получить некие реальные показания требуется что-то имеющее входное сопротивление уже в гегаомы а вот индикатор на светодиодах ничего не требует он тупо преобразовывает энергию окружающей среды в энергию света и плотность энергии мы видим по яркости свечения нашего индикатора ну как я уже сказал самое интересное скрывается на самом слабом свечения была бы у меня хорошая ночная камера я бы вам показал очень интересные моменты в различных экспериментах которые пролили бы свет в тайные закололки окружающей нас энергии так как на обычную камеру почти ничего не видно и непонятно хотя в живую все смотрится довольно живописно кстати я как-то более года назад предлагал Игорю Белецкому выпустить пару роликов с экспериментами над светодиодными индикаторами добыванием статической и динамической энергии с окружающей среды но он не захотел возиться да и эффективность для него не соответствовала в темноте как-то печально выходила тем не менее постараюсь хоть как-то вам показать интересные моменты взаимодействия излучаемой динамической и статической энергии у в в в в в в Продолжение следует...